Здравствуйте! В эфире новости «Наш день» в студии Мария Денисенко. И сначала коротко об основных темах выпуска. Родные требуют справедливости. На территории компании «Горняк-1» в Невельске, в петле найдено тело 24-летнего сотрудника предприятия, следствие проводит проверку. Между тем, трагедия повергла в шок близких Андрея Зайцева. Они уверены, парня убили. Он никогда бы этого не сделал. У него сыну полтора года. Он дышал просто этим мальчиком. Выехал на пол сустречного движения, не справился с управлением, допустил боковой занос. Три разнесенных автомобиля и шестеро пострадавших на Охотской трассе. 27-летний водитель ленд-крузера спровоцировал крупную аварию. По данным инспекторов, мужчину неоднократно лишали права управлять машиной. Еще день, и в списке претендентов останутся трое. Конкурс «Великие имена России» не сбавляет обороты. Сахалинцы продолжают предлагать свои названия для аэропорта Хомутова. Я вот слышала, какой-то был Ощепков. Он вроде бы как по спорту. Я бы именем его назвала. Они берегут природу. Юные сахалинцы презентуют экологические проекты на осенней сессии школы «Зеленый остров». Я еще не знаю, что мне предстоит делать, но я с нетерпением жду, так как я считаю, что все равно будет интересно и поздавательно. Полторы недели назад в Невельске на территории компании «Горняк-1» в петле было найдено тело сотрудника предприятия. Следователи проводят проверку. Отрабатывается в том числе и версия самоубийства. Но родные Андрея Зайцева, которых эта трагедия повергла в шок, уверены, парень не мог свести счеты с жизнью. Ольга Буданова расскажет детали. Он никогда не внувал. Я говорю, вообще, у него постоянно улыбка это на лице. Всегда с ним. Дима, Дима. Он дышал, говорю, этим Димой. Прям вообще для Димы все делал. 16 октября молодому отцу Андрею Зайцеву исполнилось 24 года. А спустя два дня его тело нашли в петле. Это событие не укладывается в головах родных. Да и поверить невозможно. Парня нашли повешенным в хозяйственной постройке на территории предприятия «Горняк-1» в селе Селезнево, где он трудился и жил в общежитии. Жизнерадостный молодой человек накануне интересовался, как дела у самой родной, у мамы, и обещал перезвонить. Вместо этого утром Ирина Романова вынуждена была общаться с правоохранительными органами. Следователи давят на то, что это самоубийство. Я говорю, покажите мне записку, которую он писал. Он мне стал показывать фотографии, как висит мой ребенок. Представляете мое состояние? Но побои были явные. Мы когда его увидели, когда хоронили, у него были разбиты губы. У него на верхней губе была ссадина, прям синяк был. На шее было с левой стороны ссадина. И когда стали смотреть руки, у него вот эти пальчики, прям подушечки, такое ощущение, что их давили. Они прям синие и раздавлены, прям плоские-плоские. Поэтому я говорю, я не поверю никогда, что мой ребенок мог сам это сделать. У Андрея остался полуторагодовалый сынишка и малые. Так парень называл своих младших – брата и сестру. Как мама говорит, он и правда боялся смерти. После смерти бабушки с дедушкой он всегда защищал меня, защищал тот же брата. Он не давал меня даже в обиду. Рабочих не опрашивали. Вот именно. Охранник почему не взял у него ключи полностью, да? От склада, там не склада, естественно. Они там работают и живут, да? Почему он не забрал ключи, тоже интересно. Как охрана там у них работает вообще? Надо разбираться просто, я не знаю, что они там сидят. Мы попытались связаться с руководством компании «Горняк-1», но в ответ услышали сухое. Правоохранительные органы разберутся. Родные переживают, что дело может быть закрыто. За комментарием мы обратились в Следственный комитет. В настоящее время Следственным отделом по городу Невельс по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет вынесено законное процессуальное решение. Сына матери не вернуть. Единственное желание Ирины Романовой – узнать правду, какой бы она ни была и каких бы усилий это не стоило семье. В Южно-Сахалинске вновь проверили ход работ по благоустройству дворов. В состав инспекционной группы вошли представители мэрии и участники проекта «Комфортная городская среда». Выяснилось, что зачастую сдача объектов все же откладывается. Но вина не всегда лежит на строителях. Из-за непогоды материалы заставляются с задержкой. Из явных нарушений в одном из дворов строительная компания не вывозила за собой производственный мусор. Нарекание вызвало состояние дороги, которая прилегает к стройке в районе перекрестка Больничной и Комсомольской. Решается вопрос о ее передаче муниципалитету. Чтобы был более комплексный подход к благоустройству, был контроль при вложении таких денег, при производстве таких работ. Все-таки хотелось бы, чтобы все учитывалось и наш город был благоустроенным, красивым и уютным. Сынники проекта «Комфортная городская среда» отметили еще ряд проблемных моментов. Один из них – содержание новых площадок во дворах. Если мы вкладываем в областные средства, тратим колоссальные усилия, совместные, проектированные в стройку, в обустройство, давайте вместе и содержать. Или это внести в строку тарифного содержания, или областная целевая субсидия, стимулирующая содержать эти площадки управляющей компанией. Или формировать уже в более таком эффективном режиме систему ТОСов. Грамотно развивать лидерский потенциал студентов. С этой идеей Сахалинский государственный университет уже 11-й год проводит школу личностного роста для первокурсников. За три дня ребята должны создать проект, расписать планы на десятилетия вперед и поучаствовать в жизни социума в миниатюре, где у каждого своя роль и профессия. Подробности далее в сюжете. Так создается гражданское общество. Надо всего лишь дать человеку понять, что в его силах изменить что угодно и немного пойти навстречу. На этом мастер-классе перед студентами первого курса из СХГУ поставили задачу разработать свой проект, который мог бы сделать жизнь в ВУЗе лучше. Есть какое-то у них ощущение сначала, что они чуть-чуть боятся, что они не будут поддержаны. Когда они разогреваются, когда они знакомятся, расслабляются, они понимают, что они могут реализовать все, что приходит в их голову и их в их инициативах поддержат. Лекцию ведет тренер из Санкт-Петербурга. Ее задача – объяснить ребятам, что инициатива – это не просто идея, озвученная в воздух. Чтобы менять жизнь к лучшему, нужно как следует поработать над деталями. Эта группа студентов подгоняет под систему «Смарт» идею вузовской комнаты отдыха для иногородних студентов, которые не живут в общежитии. Через 7 минут нужно выдать конкретику, что нужно приобрести, зачем, сколько и в какой срок. Для начала нам нужно несколько комнат отдыха, так как корпусов много в САХГУ. Нам нужно их оборудовать, для этого нам нужна смета, диваны, ковры, все, полки всякие, столы, чайник. Мы хотим, чтобы там был чай, чтобы студенты могли прийти и попить чай. Также настольные игры. Школа «Лидер» проходит в САХГУ ежегодно уже 11-й раз. Ее идея – подтолкнуть студентов с задатками организаторов к активной общественной работе, сопроводить их на первых шагах и дать уверенность в себе, которая впоследствии уже никогда не исчезнет. Благодаря выпускникам этой школы в вузе успешно работает множество студенческих проектов. Это наш ректорский бал, который уже существует в университете 8 лет. Это «Голоса ГУ», ну и ряд других проектов крупных, которые вот, они, ребята, мы каждый год поддерживаем их проекты и их выносим на университетские площадки. В этом году школа «Лидер» поставила рекорд по количеству участников. Ребят набралось 150. Занятия по проектной деятельности – это еще далеко не все. Участники проходят целый ряд тренингов личностного роста. В этом году на школе «Лидер» впервые появился новый образовательный блок, деловая игра, где ребята знакомятся с собой, общаются, и у них есть определенная цель. В рамках деловой игры в кампусе функционирует микросоциум, у каждого студента есть карточка с его ролью и профессией, и чек-лист с задачами, которые он должен успеть выполнить за смену. Каждая позиция приносит очки отряду. В такой игровой форме участники знакомятся с рядом профессией. Кому-то, например, предстоит освоить режиссерское дело и подготовить финальный концерт, который и закроет школу. Около двухсот аэропортов мира носят имена людей, внесших значимый вклад в развитие и становление своих стран. В Риме – Леонардо да Винчи, в Нью-Йорке – Джона Кеннеди. Новое название в ближайшее время получат и главные воздушные ворота Сахалинской области. Конкурс «Великие имена России не сбавляет обороты». Художественная, литературная, научная или военная – деятельность роли не играет. Главное имя знаменитого соотечественника должно быть связано с островами. Список насчитывает уже десятки вариантов, и каждая из них заслуживает внимания. Иван Крузенштерн – человек и пароход. Ну а если серьезно, адмирал и мореплаватель. Он руководил первой кругосветной русской экспедицией, тогда обратив внимание на Сахалин и Курилы. Его именем назван сквер в Южно-Сахалинске, а также крупный пролив Курильской гряды. Ну потому что известный человек, поэтому его можно называть. Мне хочется, чтобы вы назвали Васильевским. Почему? Ну потому, что более-менее не очень, так сказать, при нашей жизни все это было. И большие заслуги в военном деле. Не как он назывался, Хомутово, да Хомутово. Есть же Внуково, Пулково, везде так называется. Ну так бы было, Хомутово, да Хомутово. Все знают, что аэропорт Хомутово. И все. Неверской Геннадий Иванович. Экспедиции под его руководством доказали островное положение Сахалина. И мирным путем были обозначены его границы. Сахалин наш. Спасибо, Геннадий Иванович. Очевидно, что именем вот этого мореплавателя назвали бы аэропорт. Было бы здорово. Конечно, было бы здорово, потому что он заслуживает этого. Об Антоне Павловиче Чехове сказано немало. Благодаря ему Сахалин навечно связан с мировой художественной литературой. Конечно, Чехово – это и хорошее название, но просто оно уже везде, в принципе. То есть и улица Чехово, и театр, поэтому вот даже не знаю, что можно предложить. Я вот слышала, какой-то был Ощепков. Он вроде бы как по спорту. Я бы именем его назвала. Я не знаю, потому что у меня внуки спортивные. Проект выявил проблему. История родного края интересует далеко не каждого. Громкие имена многим не знакомы. На площадках парка «Россия. Моя история» прошлое острова подается в современном формате. Это позволяет восполнить пробелы. Благодаря этому музею мы можем разобраться. То есть это более наглядно, чем в учебнике. Благодаря такому проекту, что выбирают названиями аэропорта, конечно, они будут запоминать отчасти хотя бы кого-то. Даже если выберут в мере реализации проекта, они тоже с ними могут познакомиться. Конечно, это очень положительно. В историческом парке тоже прошел опрос. Голоса распределились следующим образом. Большинство – залетчика-полярника Михаила Васильевича Водопьянова. На втором месте Александр Василевский, главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке во времена Второй мировой войны. Замкнул тройку лидеров сахалинец Василий Ощепков. Родоначальник советского дзюдо и один из основателей самбо. Работая в спорте, знаешь имена великих спортсменов. И, конечно же, Вася Ощепков, Василий Сергеевич Ощепков, да, он не исключение. Он здесь родился и, как говорится, и пригодился, да. И такой великий спортсмен, которого знает весь мир. Это, конечно же, тот самый плюс. И я всех поздравляю с тем, что у нас есть такой соотечественник, есть такой земляк. Итоги конкурса «Великие имена» будут подведены 5 декабря. И сейчас мы продолжим беседовать на тему «Великих имен России» этой большой всероссийской акции. И у нас в студии председатель Сахалинского отделения Российского общества знаний Борис Рамазанович Мисиков. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Добрый день, уважаемые телезрители. Смотрите, вариантов очень много. И буквально у нас три дня осталось. Будет сформирован шорт-лист фамилий, да, там останется три. И вот я думаю, что это будет, наверное, процесс для большого жюри не очень простой, потому что отсечь придется много фамилий, а все они, наверное, достойны. У всех есть какие-то аргументы за. Вот как будет идти этот процесс? Насколько сложно будет специалистам формировать окончательный список? Ну, и сложно, и не очень, потому что, на самом деле, во-первых, даже по Дальнему Востоку очень много фамилий пересекающихся. Ну, великое географическое открытие Крузенштерн делал не только у нас. Лаперус, да, или Невельской делали вместе. Кроме того, ученые, космонавты отчасти уже заняты. Ну, например, Гагарин уже, имя аэропорта Оренбурга, Титов, по-моему, на Алтае, в Барнауле, если не ошибаюсь. То есть Карамзина, историки и писатели задействовали, где? В Ульяновске, это его родина. Да, поэтому, на самом деле, прежде всего, большое жюри будет смотреть на масштаб предлагаемой личности. Это должен быть узнаваемый политик или ученый, или литератор не только в России, но даже, наверное, в мировом масштабе. Ну, то есть, если в Нью-Йорке знают, кто такой Кеннези, да, и в России знают, кто такой Кеннези? Ну, если вы заговорили о зарубежье, то вот в Америке, например, в основном политическими деятелями вертлись. У нас немножко другой акцент, и, по-моему, это справедливо. Мы хотим все-таки показать всю глубину и величие нашей российской истории. Это, по-моему, достойная цель. Смотрите, проект «Всероссийский», насколько активно он идет в других регионах? Смотрели там какую-то статистику, насколько люди интересуются, голосуют, что предлагают? Кстати, проект очень хорошо пошел. Ну, предложено 45 аэропортов именовать великими людьми. На самом деле их у нас больше, чем 200 аэропортов в России. Но даже уже сейчас, ну вот в СМИ прозвучало, что, например, Чукотка не вошел, а надыр. Вот они все силы мобилизовали, чтобы войти в этот проект. Вот там аэропорт называется «Угольный». Ну, они хотят более благозвучное. Кстати, о благозвучии и о наших сахалинских делах. У нас ведь аэропорт города Южно-Сахалинска, или Сахалинск, ну да, города Южно-Сахалинска, но называется он Хомутово традиционно. Это не очень благозвучное имя для аэропорта. Да, это скорее что-то ближе к гужевому транспорту. Поэтому одновременно вот с этим выбором имени, которое, конечно, нужно сделать, и выбрать достойного кандидата, я скажу, кто мне больше нравится, нужно еще сделать официальный шаг. Давно уже, по-моему, пора. Нужно обратиться в Росавиацию о том, чтобы назвать аэропорт просто аэропортом Южно-Сахалинска. Хомутово уже просто устарело. Тем более, что Хомутово-то уже часть Южно-Сахалинска. Ну, во-вторых, в Калининграде, например, аэропорт Храброво. Красиво. Ну, даже в Магадане и то Сокол. У нас тоже был Сокол, но вот сейчас нет этого. Сокола уже нет. Сокола нет. Поэтому вот это у меня такое маленькое предложение по ходу дела возникло. А что касается великих имен, ну, мне из наших там 12 утвержденных... Да, вот ваши предпочтения. Конечно, я, как и все другие, за Антона Павловича Чехова, за Геннадия Ивановича Невельского и за нашего святителя Иннокентия, который предлагает наша Русская Православная Церковь. Просто я участвовал в двух круглых, больших научных конференциях, посвященных работе святителя Иннокентия по освоению Дальнего Востока Российского. Он тоже очень много сделал. Это великая фигура. Но выбирать, конечно, не нам. Мой вкус – вот эти трое. Смотрите, мы с вами говорили. Почему, вот буквально в нескольких словах уже и завершим беседу, почему этот проект важен, почему вы считаете его важным и нужным, может быть, в большей степени для молодых людей? Послушайте, он имеет этот проект, конечно, прежде всего, в воспитательно-педагогическом направлении. Нашим молодым людям нужны примеры достойного воспитания, достойно прожитых жизней. И это как раз ученые, это как раз наши мореплаватели, это как раз наши космонавты, это как раз наши военнослужащие, которые отдавали жизни за Россию. В этом ряду ставят и другие проекты, хорошо известные. Даже «Бессмертный полк» – это и этот же проект, потому что он воскрешает наши имена, которые мы частенько забываем. Опять же, Православная Церковь уже в пару лет работает над проектом «Великие имена», показывает нам забытые и не очень имена, которые мы почти не знаем, которые сделали огромный вклад, внесли в Россию. Да даже аэрофлот, назвав самолеты, это тоже вкладывает свой вклад в это. Может, как молодец, люди видели имя, пошли погуглили, что-то узнали. Да, совершенно верно. То есть тут заметили, что все-таки складывается государственная политика, именно воспитание отечественного патриотизма. И это хорошее воспитание, оно не догматическое, оно реально на судьбе великих людей. Дай Бог, чтобы это было так. Не стенограмма съездов, это люди. Абсолютно точно. Поэтому это очень хороший проект, спасибо организаторам. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Я напомню, что у нас в студии был председатель Сахалинского отделения Российского общества знаний Борис Рамазанович Мишников. А наш эфир еще не закончен. Смотрите сразу же после небольшой рекламы. Аллею в районе пересечения улиц Комсомойской и Больничной украсили 35 саженцев берез. Деревья 27 октября высадили инициативные жители областного центра. Идею предложила региональная общественная организация «Наш Сахалин». Активисты нашли отклик в администрации города. Мы ставили своей целью привлечь как можно больше инициативных граждан к нашей акции, чтобы люди пришли, чтобы люди приняли участие в этом, посадили саженец. Мы верим, мы думаем, что человек, однажды принявший участие в таком мероприятии, он будет и бережнее относиться к существующему благоустройству. Приучаем сына с детства любить природу, ухаживать за природу и беречь. Саженцы на средства общественников приобрели в Сахалинском питомнике, так что прижиться должны все 35 березок. Впоследствии у каждого дерева появится именная табличка. А наш эфир продолжает рубрика «Точка отчета». В воскресенье на Охотской трассе в аварию попали сразу три автомобиля. Это произошло около четырех часов дня в районе Лиственичного. Как рассказывают очевидцы, ДТП спровоцировал водителя вот этого внедорожника. Молодой человек пошел на обгон, но не рассчитал ни скорости, ни дистанции. Водитель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, двигаясь в западном направлении, выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением, допустил боковой занос, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Nissan Datsu, двигающийся по пути направления. После чего совершил столкновение с автомобилем Toyota RAV4, двигающийся во встречном направлении. В итоге среди пострадавших сам виновник аварии еще трое взрослых и двое детей. Их доставили в больнице. Кроме этого стало известно, что 27-летний водитель Land не имел прав на управление автомобилем. Документов мужчину лишали не один раз, в том числе за пьяные поездки. Не поняли друг друга. Два автобуса были вынуждены сойти с маршрутов из-за легкого ДТП. Маркопола выезжал с остановки, микроавтобус наоборот. Как такового столкновения не произошло, машины притерлись, никто из пассажиров не пострадал. На линию автобусы вышли с часовой задержкой. А эта авария произошла в понедельник в районе Пригородного. Здесь не смогли разъехаться два универсала. Предположительный виновник ДТП – водитель Тойоты. Выезжая на главную, он не стал уступать дорогу. В результате обе иномарки получили серьезные повреждения. Обошлось без пострадавших. Сахалинская полиция и родственники просят помощи в розыске без вести пропавшего 63-летнего Матвеева Владимира Валентиновича. 20 октября мужчина вышел из дома и до настоящего времени о его судьбе ничего не известно. Приметы. На вид 50 лет, худощавое телосложение, рост около 175 сантиметров, серые глаза, тонкие губы. Особые приметы. Отсутствуют верхние зубы, нос смещен влево, правое ухо оттопырено. Если вы видели этого человека или обладаете информацией о его достоверном местонахождении, сообщите об этом по телефону 780-735. 13 сахалинских школьников получили возможность поработать в детском пресс-центре первых зимних международных игр «Дети Азии». В течение двух недель почти сотня ребят из разных районов области училась основам журналистского и операторского мастерства в рамках медиасмены в оздоровительном лагере «Лесное озеро». Школьники разделились на тематические группы и каждый преподаватель выбрал самых активных и энергичных учеников. «К сожалению, мы были ограничены количеством тех людей, которые смогут официально войти в пресс-центр. Драка была практически не на шутку, поэтому есть у нас определенный какой-то такой информационный резерв, потому что, к сожалению, объять необъятное мы не смогли. Но я думаю, что без работы и на будущее не останетесь, потому как мероприятие обещает быть масштабным, грандиозным». Напомню, игры «Дети Азии» стартуют на Сахалине в феврале будущего года, а на них съедутся более двух тысяч спортсменов, тренеров и гостей. Десант юных экологов высадился в Южно-Сахалинске. В областной столице началась осенняя сессия школы «Зеленый остров». Участие в ней принимают около 60 ребят из девяти районов. Окружающей среде требуется защита в наше время, поэтому важно, чтобы подрастающее поколение знало, как найти баланс между созданием комфортной среды и сохранением природы, считает Аделина Манюрова. Девушка давно увлекается биологией. За плечами несколько проектов об экосистемах. Один из них она представит на осенней сессии экологической школы «Зеленый остров». С наукой о живой природе Аделина планирует в дальнейшем связать свою жизнь. «Я еще не знаю, что мне предстоит делать, но я с нетерпением ждут, так как я считаю, что все равно будет интересно и познавательно. Каждый человек должен знать о своем теле и окружающем мире. Я недавно узнала, что есть огромное количество профессий из биологии. Я буду узнавать про них». Интерес к экологии сахалинские ребята проявляют уже давно. Школа существует свыше 20 лет. «Зеленый остров» дает не только теоретическую базу. Под руководством опытных наставников юные экологи проводят лабораторные исследования. «Более 20 лет старшеклассники с образовательных учреждений нашей Сахалинской области имеют возможность получать дополнительное экологическое образование в очно-заочном режиме. В процессе обучения получается для каждого ребенка есть возможность поучаствовать четыре раза в сессиях и два раза в летнем экологическом лагере». Срок обучения в школе – два года. Для 60 детей из девяти районов – это первая сессия. Она продлится неделю. Ребята прослушают курс лекций и посетят множество интересных мест. «За эту неделю наши дети должны будут прослушать лекционные занятия, работать на лабораторных занятиях, практикумах с живыми объектами. Потом у нас намечены по плану экскурсии. Это экскурсии в Сахалинский ботанический сад, экскурсии в городской парк Корсакова». По итогам сессии ребята презентуют свои проекты и сдадут зачеты. Кроме этого, каждый участник получит дистанционное домашнее задание. Следующая встреча состоится весной. Таким был наш день. Еще больше новостей на сайте stv.ru. Всего вам доброго и до встречи в эфире.